Живете в городе и все мечтаете выбраться на природу? У меня для вас хорошая новость. Вы уже на природе. Да, город это не антоним природы. Город это такая природа. Сложная многокомпонентная экосистема с красивым названием Урбоциноз. Урбоциноз крайне мазаичен и однороден, исключает множество экотонов пограничных природных зон. Есть городские пустыни, городские скалы, городские лесостепии, городские салончики, городские реки, городские пойменные луга, городские смешанные леса и даже городские болота. Основное отличие городских аналогов природных экосистем это их бедноватый видовой состав и огромное значение антропогенного фактора. Практически Урбоциноз это экосистема на ручном управлении. И поскольку многие футурологи предрекают, что в будущем человечество чуть ли не полностью будет жить в мегаполисах, в наших общих интересах это управление как можно быстрее освоить. Технический прогресс дает нам все больший контроль над экосистемой города. Человек выступает в ней как важнейший фактор отбора. Мы стараемся сокращать число видов синантропов, которые вступили в какие-то противоречия с нашими человеческими потребностями. И наоборот стараемся увеличить численность тех, кто работает на нас. Но контроль над целой экосистемой это вам не игра в стратегию. Это гораздо сложнее. Я уже рассказывала на примере Австралии, что чем ниже биоразнообразие, тем биоциноз неустойчивее и уязвимее. А биоразнообразие урбоциноза, к сожалению, невелико. И поэтому нам так тщательно приходится относиться к выбору соседей, которые будут оказывать нам экосистемные услуги. Так экономисты называют результаты жизнедеятельности, полезные в городском хозяйстве. Да, не все соседи одинаково полезны. Больше всего рачительного горожанина раздражают синантропные комминсалы и паразиты, которые жируют за наш счет, сами ничего при этом не давая взамен. А радуют поставщики ценных экосистемных услуг, главный из которых – основа любой полноценной экосистемы. Продуценты. Зеленые растения. Ну-ка назовите-ка мне городское дерево номер один. Да, правильно. Это тополь. Потому что тополь – идеальный горожанин. Стрессоустойчив, неприхотлив, продуктивен. Растет на любых почвах. По метру в год. Вдоль перегруженных трасс, с корнями закатанными в асфальт, он радует глаз густой кроной, шумоизолирует, очищает воздух от гари и пыли, улавливая их по 40 килограммов в год. Увлажняет и притеняет ориентированные, перегретые и пересушенные городские улицы. Он активно качается, извините, наращивает биомассу, поглощая в огромных количествах углекислый газ и выделяя кислорода в несколько раз больше, чем другие городские деревья. Тополь – монстр биорекультивации. Его мощный порный санирует почву, очищая ее от химических загрязнений. На промышленных территориях он вытягивает из грунта даже мышьяк. Его огромная листовая масса очищает и обеззараживает воздух лучше всех прочих городских видов. И так круглые сутки, без выходных, прерываясь только на период зимнего покоя, тополь предоставляет городу бесплатные и бесценные экосистемные услуги. Да он просто супергерой. Но как у каждого настоящего сверхгероя, у него есть свой скелет в шкафу. И раз в год он его оттуда достает. Вернее, не он, а она. Раз в год женские экземпляры тополей становятся белые и пушистые. Всего на каких-нибудь полмесяца. Но за эти полмесяца полгорода ненавидят их так, чтобы готовы просто вот спелить собственными руками. Потому что этот ужасный пух, он лезет в глаза, в нос. У меня на него аллергия. На самом деле аллергия на тополиный пух – это городская легенда. Потому что сам по себе тополиный пух не вызывает аллергии. Ни у кого. По сути, это просто вата. Какая может быть аллергия на вату? А вот на приставшие к ней частички пыли и пыльцы других растений, цветущих одновременно с тополем, березы, ольхи, газонной травы – вот на них может. Пух просто разносит эти аллергические агенты. Везде. А также забивает водостоки, радиаторы, вентиляции. А его поджоги, от которых так трудно бывает надержаться, приводят к пожарам. В общем, хотя лично у меня с тополиным пухом нет проблем, у многих они есть. Конечно, проще всего было бы озеленять города мужскими, не пушащимися экземплярами. Но отличить их от женских можно только с началом цветения, а оно происходит у тополей в 12 лет. А в 12 лет это уже огромное дерево, высотой с третий этаж. Испиливать его жалко, дорого, да и бесполезно. Потому что у тополя такая регенерация, что из пня вырастет точно такой же тополь, и все повторится. И остается только лить слезы, чихать и терпеть. И все бы и терпели, но тут на помощь пришли генетики. Вот мы как раз шли по улице, смотрели на тополя и думали, как же мы можем решить эту проблему с использованием наших подходов. Мы стали смотреть литературу и выяснили, что буквально год до этого канадцы и американцы секвенировали геномы тополя огромные выборки и нашли участки достаточно продолжительные геномы, которые связаны с полом. Но у нас в городе растут немножко другие виды тополя. И как все происходит на нашем тополе, было не совсем понятно. Вот у нас недавно как раз такое пилили. Мне кажется, лет через пять они уже достаточно отросли. Но все равно те, которые были женские, они начали образовывать пух. Как только они отросли достаточно, сразу появился пух опять. То есть это абсолютно бесполезное дело. В Институте молекулярной биологии имени Энгельгарда Российской Академии Наук разработали метод, позволяющий определить тополиный пол с помощью молекулярных маркеров. Московские ученые Наталья Мельникова и Анастасия Снежкина секвенировали геном московских же тополей и нашли ассоциированные с полом ДНК полиморфизмы, отличающие мужские растения от женских. Женские по ним гомозиготные, мужские гетерозиготные. Ну, все знают, что тополя, говорят, что тополя меняют пол. Есть такая проблема, да. И мы как раз пытались посмотреть, насколько у нас будет соответствовать пол по сережкам тополя и наши маркеры. У нас было полное соответствие. То есть мы не нашли ни одного растения, которое бы у нас меняло пол. И мы поняли, что по нашим маркерам идеально просто отличаются мужские растения от женских. Картина очень четкая, все понятно. И на основе этого ученые разработали тест-систему для быстрой, точной и недорогой идентификации пола тополя. Делается это с помощью амплификации, многократного копирования фрагмента ДНК и последующего анализа кривой плавления высокого разрешения. На чем основан данный метод? Мы имеем двуцепочечную ДНК. При использовании интеркалирующего красителя, который встраивается в двуцепочечную ДНК, при плавлении, то есть при разделении этих цепей из двухцепочечной на одноцепочной, происходит освобождение данного красителя. Таким образом, мы регистрируем освобождение красителя в зависимости от температуры, на которой плавится данный фрагмент ДНК, и определяем мужские растения и женские. То есть мы видим ДНК-полиморфизм, который, собственно, и ответственен за пол у тополей. За свою работу Наталья и Анастасия получили премию правительства Москвы для молодых ученых. Потому что этот метод позволяет определить нужные геному растения даже среди годовалых молодец саженцев. И выпускать в город только непушащиеся и более стрессоустойчивые мужские экземпляры. Ну, конечно, кто-нибудь спросит, а нет ли в этом какой-нибудь мизогинии или сексизма? Нет, эта стратегия называется половой фаворитизм, экологические преимущества того или иного пола в тех или иных условиях. И в природе ее применяют общественные насекомые, грызуны, копытные. А человек, по крайней мере, в норме, использует для сельскохозяйственных и городскохозяйственных культур. Но есть и более экономичные способы помочь курубоцинозу. Просто перестать тратить деньги на то, чтобы все портить. Хватит, например, убирать естественный дёрн и заменять его рулонными газонами. Сама идея монотонного, одновидового газона противоречит идее природы, как сообщество видов. И поэтому они так быстро топнут. Оставьте траву в покой. Пусть она растет как хочет. Родореальные сорные растения замечательно чувствуют себя в городской среде. И их цветущие разнотравья служат рефугиями, убежищами для пчел, бабочек и прочих приятных насекомых и пылителей. Хватит нарушать предписания экологов и убирать листья с газонов. И, наконец, хватит зимой солить улицы. Восстановление городской флоры обойдется вам в большие деньги, чем труд дворников и цена песка. Доказано, что благополучные зеленые массивы необходимы не только для физического, но и для психического здоровья горожан. И расчеты экологов показывают, что в сбалансированном пробоцинозе благодаря его многочисленным экатонам можно добиться даже большего биоразнообразия, чем в природных условиях. А чем выше биоразнообразие, тем стабильнее система и тем выше ее способность к самоочистке. То есть, чем города зеленее, тем они чище. Более того, генетики обещают в скором будущем обогатить городскую среду новыми генно-модифицированными растениями с новыми экосистемными качествами. Мониторинг, очистка, обеззараживание, эстетика и криспор знаешь, что еще. Ну, а архитекторы тем временем разрабатывают проекты кварталов губок, кварталов джунглей с полной интеграцией зданий и растений. И если у нас всех это получится, то перспектива всем человечеством переехать в мегаполисы начинает выглядеть вполне симпатично. С вами была Женя Тимонова и все как у зверей специально для Сайван. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...